Мы так проголодались. Всем, кстати, привет. Это, по-моему, третий день в Буэнос-Айресе. Мы так проголодались, что решили зайти взять по чизбургеру. Взяли просто классический чизбургер и колу. Хотя здесь в меню и Биг Маки есть, и комбо есть. Картошка есть, мороженое, Орео, Киткат, Макфлори. И, соответственно, мы пока этого ничего не брали. Мы взяли, получается, четыре чизбургера по 631 и две колы. Вот, получилось 3280 песо. Сейчас будем пробовать, насколько отличается чизбургер наш российский от чизбургера в Буэнос-Айресе. Так, собственно, готов наш заказ. Иду забирать свои чизбургеры. Я тут посчитал, один чизбургер выходит 140 рублей, если перевести, да, в рубли из песо. Кола, получается, стакан медиум. Кола средний выходит на 40 рублей. Насколько у нас чизбургер стоит в Москве, я уже не помню. Около, наверное, 80 рублей. Главное, загорелся номерок мой, 926. Я подошел, а моего заказа еще и нету даже. Получается, что система дала сбой. Вот так вот. Ну, подождем, жду. Ага, вот и мои чизбургеры. Спасибо. И моя кола. Идем пробовать. Так, ну что, пробуем чизбургеры в Буэнос-Айресе. Лучок есть, кетчуп есть, торчичка есть. Вкусно. Почти как в Москве. В Москве, когда Буэнос-Долаз. Упали, короче, мы на автобус. Проезд стоит в Буэнос-Айресе 28 песо. 100 рублей. Где-то около 6 рублей. Поехали мы в кафешку какую-то. Ребята сказали, поехали туда. Ну, поехали туда. Мы едем на площадь Армении. Вот. А на площади Армении, видимо, есть какие-то ресторанские, кафешки, где можно вкусно будет поужинать сегодня. Я нахожусь уже четвертый день в Агентине и еще ни разу не попробовал стейк. Будем пробовать стейк еще здесь. О, вот мы приехали, вышли, сейчас пойдем на площадь Армении. Ну, увидели, кстати, да, сошли зайти. Хотя посмотрим. Примерно. Ну, вот, допустим, свисшот 29 тысяч песо. Волочки такие интересненькие. 12 тысяч песо. Допустим, носки и кроссовки, посмотрим, какие-нибудь еще модные. Ну, вот, например. 47 тысяч... 30 тысяч песо. Самые дешевые. Допустим, вот это вот, по-моему, классическая форма. 24 тысяч песо. Рюкзачки есть. Болки есть. Давайте посмотрим, сколько мужская футболка стоит. 10 тысяч песо. Угу. Ну, такая вот. Китузового цвета. Тоже 10 тысяч песо. Есть немножко детская одежда. Письма такой симпатичненькой и милой. О, господи. Вы посмотрите, это на какого ребенка вообще? На 2-х месячного? Все. Не так. Ну, это в детской костюмчике. А, ну, в детской-то костюмчике клади 14 тысяч. Там каких-то бэбиков. Спортивные бэбик. А, тут вот написано, да, 3 месяца от 3 до 6. 12-18 год. Года до 2. 5-6. Уже как не более просто. Кроссовочки детские. 17 тысяч песо. Ну, нормально. Будем искать еще интересные варианты. Магазинчиков. Вот такой вот магазин Адидас. Вот, собственно, мы подходим к площади Армении. Какой-то магазин прямо вон. Одежда навалом. Ну, я не буду заходить. Я просто вот покажу пока, что вещи есть. А то, знаете, я читал там в комментариях, что что-то тут, блин, вообще одеть нечего. И магазины дерьмо. Ну, сюда есть магазины. Каждый ищущий, да найдет, как говорится. Поэтому ходите, смотрите, ищите. Все вполне в доступности. О, вот еще тема с очками. Все очки хочу себе припупить. О, нет, мне вообще не едут. Хорошо. Мне подобрать очки, это вообще все-таки нереальное. Это невозможно сделать практически. Я точно могу рекомендовать. Знаете, какие очки? Не все просто знают об этом. В Москве есть, короче, магазин Гресса. Но больше у них был сайт, а сейчас у них открылся магазин на Дмитриевке. Это очки с титановой оправой, с хорошими немецкими линзами. Блин, буду блогером, миллионником. Потом за рекламу, мне кажется, заплатить. Такой вот оживленный перекресток здесь. В основном на этом перекрестке кафешки-кафешки. Ну и пошел хендмейд. Я немного покажу вам аргентинского, буйнос-айресского хендмейда. Такие всякие приколюхи. Буйнос-айрес. Обязательно потом какую-нибудь такую херню прикуплю себе и наклею в квартире, где буду жить. Буйнос-айрес. Ну такие штучки всякие. Ну это вообще летом. В такую жару сумки. Блин, так это миленького. Посмотрите, какая штучка для ключей или что-то может такое весить. Оля, кошечки всякие. Ой, это что такое? Это штучки такие. Язык, ребят, надо учить. Потому что без знания языка вообще, ну, не камильфо. То есть хочется, понимаешь, спросить там, а это что, а это как. А ты, блин, вообще двух слов не знаешь. Кроме кванта-эс. Сколько это стоит. Поэтому, да, первостепенно. То есть сейчас первые дни хожу. Вернее, я страдаю. Конечно, я буду учить язык пока я здесь. Очень классные такие штучки. И будем двигаться дальше. Уже будем более сговорчивые. С аргентинцами. Так вот. Мы тут гуляем по площади Армении. И услышали, из парка какая-то музыка доносится. Ну, вот, собственно. Какой-то оркестр. Браво, браво. Сейчас они готовятся сбацать что-то, судя по всему, интересное. Мужик второй справа что-то угорает. Ну, какая-то музыка из фильма, нет? Могу понять. Прикольно, да? Какой-то праздник, что-то на шариках написано. Клуб какой-то. Тотар и Бойна с Айрес Аргентина. Так вот, собственно. Браво, браво. Мы сели в кафешку. Решили на четверых заказать вот такое блюдо. Тут просто огромный кусок мяса. Картошка, батат. Просто какое-то нереально. Красиво так сделано, оформлено. Прикольно.